Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала украинское руководство положить конец Махновщине, замешанной на фашизме, и приступить к реальному урегулированию в Донбассе. Зампред Международного комитета Государственной Думы Наталья Поклонская прокомментировала информацию о том, что партия президента Украины Владимира Зеленского, слуга народа объявила украинский центризм своей идеологией. Это когда люди, живущие на улице маршала Жукова, назначают встречу у памятника живодера Бандеры. Ну-ну. Помните, как у Есенина, розу белую с черной жабой я хотел на земле повенчать. Украине нужен миротворец, пора уже заканчивать эту Махновщину, замешанную на фашизме. Но для начала все должны сказать, прощай, оружие. Чтобы развод войск в Донбассе был не фейковый, а реальный. Потом разрешить гражданам говорить на родных языках, русском и венгерском. Какой без этого центризм? На официальной бумаге с огромной гербовой печатью можно даже прописать. Украина – это рай на земле. А толку-то? Хотя… Змеи-искуситель уже давно заполз в Киев. Львов не просто ненавидит Донбасс, а закидывает минами. Как это называется? Центризм? Нет. Наверное, военный нацизм. Но давайте сходу не громить все в пух и прах. Считайте, мы вам поверили. И это очередное обещание записали в свой бесконечный блокнотик. Теперь ждем, как вы будете строить украинский центризм. Надеюсь, для этого нового Майдана не потребуется, написала парламентарий в своем телеграм-канале. Ранее Поклонская призвала президента Украины занять принципиальную позицию и возобновить поставки пресной воды в Крым. Кроме того, депутат обратилась к украинской делегации в ПАСЕ, которая продолжает выяснять территориальную принадлежность Крымского полуострова. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Твои Новости, здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира. Audio Jumbo